Два года назад наша съемочная группа была вот на этом же самом месте. Тогда было гораздо шумнее, потому что работал конвейер и по нему подавалась смесь для закладки провала вот туда. Однако сейчас здесь практически полная тишина. Потому что засыпка провала и его младшего соседа вышла на финишную прямую. Ландшафт на объекте практически выровнялся. Уровень глубины бывшей большой воронки всего 80 сантиметров. Если говорить проще, то у ямы, которая несколько лет назад уходила вглубь на 60 метров и имела размеры 260 на 240 метров, сегодня глубина чуть выше колена взрослого человека. На данный момент конвейер, по которому подавалась глина и песчаногравийная смесь, остановлен и разбирается. Окончательную засыпку провала ведет только трактор на дистанционном управлении. В общем, за 6 лет со дня образования воронки была проделана колоссальная работа. Сделан большой водопонижающий контур, в котором пробурена 71 скважина, сегодня в работе 59, по которой ведется откачка 5000 кубов в сутки. Это для понижения контура грунтовых вод вокруг провала. Также у нас на сегодняшний день ведется тампонаж через скважины ГНБ, так называемые горизонтальные наклонные скважины. Через них на глубину 200 метров подается соляно-глинистый раствор. В среднем мы закачиваем 4000 в сутки. Сегодня закачано туда уже в пределах 5 миллионов тонн. Несмотря на то, что провал практически засыпан, работы в опасной зоне не останавливаются. Круглосуточно работает производство специального раствора для горизонтальных скважин. Благодаря им на разных глубинах укрепляется, можно сказать, цементируется, закупоривается грунт близ засыпанной воронки. Добавим, что все работы по минимизации последствий провала проводятся в тесной связке с наукой. Здесь ведется сейсморазведочный мониторинг, гравиметрический, газогеохимический, сейсмологический. На данной территории развернута сеть сейсмических датчиков. Датчики очень чувствительные. То есть они могут почувствовать, скажем, землетрясение, произошедшее где-нибудь в Тихом океане. Отчеты с датчиков отправляются в Горный институт. Ученые там ежедневно формируют сводки и строят прогнозы о возможном развитии ситуации. Кстати, по данным наблюдений, несколько лет назад была выделена зона разуплотнения почвы в 400 метрах от провала 2014 года. Как раз на другом крае границы просадки почвы от землетрясения 1995 года. Это происходит не с постоянной скоростью. То есть иногда, значит, активно, иногда останавливается. Поэтому точно предсказать время, когда образуется новый провал, мы сейчас не можем. Но мы точно знаем место. В 1995 году произошло обрушение на очень большой площади, 400 на 600 метров. И вот сейчас первый провал образовался с одного края этой обрушившейся зоны. А та зона, которую мы выделили сейчас, она с другого края. План работы на случай появления новой воронки в Уралкалии уже давно разработан. Да и опыт ликвидации, как видим, наработан. Провал, который ученые прогнозируют, еще не случился. Но к нему уже готовятся. Вот, например, поляну лесную перегородили бетонными блоками, обложили сигнальные ленты. И проход, и проезд вот туда запрещен. Потому что как раз метров 300 вглубь леса и находится та самая сейсмоопасная зона. Если воронка таки возникнет, сюрпризом ситуация не станет. Завезена песчано-гравийная смесь. Подготовлены для быстрого монтажа узлы конвейера. Невдалеке монтируется завод по производству глинистых смесей для тампонажа через наклонные скважины. До конца года мы его смонтируем и запустим. Везде по всем сважинам, по всем кустам. И в зону, предполагаемого, провала также. И срок его работы, предполагаемый? Пока нам надо, сколько он будет работать. Словом, предупрежден, значит вооружен. Ну а пока предлагаем зрителям посмотреть на тот объем работ, который был проделан в опасной зоне за минувшие 6 лет. И результат, который впечатляет. Субтитры сделал DimaTorzok